Получается, первый досмотр ты проходишь через рамку, металлоискатель, тебе дают номерок, ты сдаешь телефон, сим-карту, наушники, если есть, зарядки для телефона. Потом через несколько решеток ты попадаешь во вторую смотровую, и там тебя уже полностью просвечивают металлодетектором, и ты показываешь твои вещи. То есть ты раскрываешь рюкзак, у тебя как смотрит каждый карман, буквально каждый клипец, и этот рюкзак остается там же, и ты идешь без всего на свидание. Честно говоря, я не планирую, о чем мы будем разговаривать. Я хочу, чтобы Саша побольше с Лешей пообщалась, потому что они не виделись уже почти три месяца. Ну, сейчас мое настроение точно лучше, потому что я рада, что уезжу Сашу, но даже когда езжу с передачками, я радуюсь, потому что могу сделать что-то хорошее. Через 300 метров. Спасибо. Подать все документы, паспорт, разрешение, вот, и где-то в 15.20-15.30 меня будут запускать. Сначала я подаю разрешение на свидание, которое подписывает Илья. Нам дает два свидания в месяц, по часу, и, наверное, многим покажется, что это очень мало, но после года ростовки для меня это много. Каждый раз по-разному, но мы обсуждаем совершенно простые вещи, как у нас проходят линии, может быть, вспоминаем какие-то приятные моменты из прошлого, и мы любим мечтать о будущем. Это очень помогает нам обеим держаться, и Илья и Саше. Учитывая, что мы подозреваем, что все линии можно слушать в любой момент, даже, по-моему, это официально разрешено, хотя не уверен. Какая же это политика? Ну, тем более, что ты сейчас говоришь, ясно, как политика? Да просто обычные дружеские разговоры, ничего особо не будет. Ну, мы пойдем вместе, мы будем в одной кабинке, тут даже есть кабинка с двумя телефонами, но один из них не работает, поэтому мы будем говорить по очереди через одну тротуару. Мы же починили. Я сам не дам. Нет, мы же не починили. Думаю, и у нас тут. Ну. Вот это, наверное, самое тяжелое за этот год. Даже больше. Я смогла один раз прикоснуться к Саше, это было после заседания. Нам попались добрые конвоиры, если можно так сказать. И я смогла несколько секунд подержать ее за руки через клетку. Ну, там как бы как, ты заходишь, здесь проходная, ты сдаешь электроприборы всякие, телефон, там пауэрбанк и так далее, там одна решетка, там окошечко, потом тебе открывают вторую решетку, там проход тоже за колючей проволокой, за все, там пункт досмотра, там тебя уже досматривают. Ты можешь оставить, по-моему, вещи в ящичке. Ну, там мрачно достаточно, везде колючая проволока, заборы, очень серо. И потом мы попадаем в помещение с пятью железными кабинками, и там, в принципе, все как в фильмах. То есть кабинка, стекло между вами, решетка и телефон. А дальше ты просто вместе там с конвойной, ну, как, не знаю, как они называются, с сотрудниками СИЗО, ты идешь дальше, и там приводят тебя на корпус, где свидание, когда заходишь, там двери. И как, знаешь, раньше было на всяких этих телефонных станциях больших, столик, на нем телефоны, стулья, стекло, решетка, стекло, и с обратной стороны тоже столик и телефоны. И с той стороны приводят, как-то уже по своим этим приводят Сашу и остальных людей, они заходят в каждую свою кабинку, и ты разговариваешь. В этот момент у тебя никому в душе не стоит. Ну, мне помогает держаться поддержка друзей, особенно Алеша, это наш близкий друг Саши, и, несмотря на то, что он мог уехать за границу и работать на очень хорошей работе, он остался здесь. Саша очень выручает творчество, она много рисует сейчас, и, что приятно для нас, ее рисунки получили очень большое признание. У нас сейчас выставки за границей проходят, была выставка в Германии, в Великобритании, сейчас мы готовимся к Рижскому Виеннале, и буквально на днях, на этой или на следующей неделе, должна выйти статья в журнале «Аргумент» о французском. Это один из самых известных журналов по современному искусству. Дети стали рисовать все открытки со всей Европы, ей уже пришло 5 мешков открыток, наверное, цензу замучился их проверять. И еще нам пришло 3 мешка открыток, которые, возможно, мы как-то передадим Саши, поддерживая то, что много людей приходит на суды, то, что приходят дипломаты. Вообще, вот такое международное внимание, оно совершенно неожиданно для нас. К сожалению, сейчас закрываются все консульства и в Москве, и в Петербурге, поэтому дипломатов приходят меньше москвичных времен. Тут сделали ремонт раньше, тут везде была побелка, если присланишься, будешь весь розовый. Документы. Ну, ты что, сама все лучше знали, с чем? Ну, я бы не получила, потому что только двое порядок написания. Мне кажется, это апартаментно. Да, ну и я очень рад, что мы сходили, я очень хорошо себя чувствую, мне очень... У меня все понравилось, все понравилось. Еще приду, еще... Пять звезд на Яндекс.Картах. Да, пять звезд на Яндекс.Картах. Ну, как бы, действительно, там, поюзная какая-то с тобой. Сотрудница стала раскидывать Сашины лещи, бросать их на пол. Она прошлась по ее письмам, она разорвала Сашину книжку, и у Саши лежал запас лекарств на день. Она принимает землетрясающие средства, нейролептики, антидепрессанты, которые ни в коем случае нельзя пропускать, потому что начинается синдром отмены и ухудшение состояния. И она отобрала эту порцию лекарств и ушла до того, как Саша вернулась. Саша с соседкой написали жалобу, к ним подходил начальник, очень просил отозваться эту жалобу. Вот. И такое поведение, оно ничем не обосновано. То, что, во-первых, в вещах релись без присутствия Саши, во-вторых, то, что, ну, то, что ее вещи фактически испортили. Не, ну, она давно говорит, что ей тяжело сейчас рисовать, потому что очень много, как бы, как это называется. Ну, устала сидеть в тюрьме. Как это не смешно звучит? Раньше не устала, а сейчас устала, вот. А на письма-то тяжело отвечать, а тут такая история. В конце прошлой недели у Саши в камере был обыск. Вообще, очень странно, за две недели у нее прошло уже четыре обыска, хотя раньше было два обыска в месяц. Саша, Саша в порядке, Саша хорошо выглядит. Ну, там достаточно комфортная, видимо, обстановка. Не как в сути, я там нормально себя чувствую. Саша меня очень поддерживает. Мы стараемся поддерживать друг друга в тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся. И наши отношения за эти полтора года стали даже лучше, чем раньше. И получается, беда кого-то разводит, а кого-то, наоборот, сближает. И у нас, скорее, вторая ситуация. Это вот все. Угу. Угу. А, 15.30? Да. Продолжение следует...